В Сочи с 18 по 20 сентября лаборатория Касперского совместно с партнерами провела седьмую по счету конференцию по вопросам безопасности промышленных систем – Касперский Industrial Cyber Security Conference 2019. Подтверждая международный статус мероприятия, на сцену один за другим поднимались зарубежные докладчики, в их числе всемирно известные эксперты в области информационной безопасности промышленных систем. Под стать зарубежным звездам выступали и отечественные специалисты. Всего в конференции приняли участие около 300 человек из 20 стран. Экспериментируя над деловой программой все последние годы, организаторы пришли к наиболее удачной пропорции разных видов контента. Технические доклады заняли равное место с обзорными и аналитическими, которые на Кикс 2019 также напрямую соотносились с практикой. Мы пытаемся объединить донесения до аудитории нашей технологии, нашу экспертизу и создание большой комьюнити-площадки для сообщества, для встреч, для обмена идеями, мнениями и так далее. Нам всегда интересно привести, показать им опыт коллег из других стран. С точки зрения выступали коллеги из Китая, рассказывая, как ведется работа по кибербезопасности промышленных систем. Там коллеги из Европы, в частности Испанский центр кибербезопасности, рассказывал их глобальный обзор кибербезопасности по миру. Нам удалось пригласить тоже одного из лидеров отрасли Дейла Питерсона, который открывал нашу конференцию. Дейл признанный эксперт и большой драйвер этого рынка, в принципе, глобальный, поэтому большая удача иметь его здесь. Патрик Миллер наш большой друг, тоже опытный эксперт, основатель многих инициатив по интеграции сообществ друг с другом, поэтому тоже всегда рады его видеть и всегда делает отличные доклады, всегда встречает публикой. Тон конференции задали ключевые доклады, сделанные знаменитыми экспертами в сфере промышленной кибербезопасности. Выступление Дейла Питерсона и Патрика Миллера участники сразу же разобрали на цитаты и затем не раз ссылались на них в интервью и кулуарном общении. Технические специалисты не умеют общаться с руководителями предприятия, они говорят о протоколах, системах, низкоуровневых вещах. А руководителям интересно совсем другое, не технологические процессы, не безопасность, а получение прибыли. Я объяснил участникам конференции, как с технической точки зрения следует вести диалог с руководством и быть понятым. Тогда, если вдруг возникнут настоящие проблемы с безопасностью, топ-менеджмент уделит им достаточно внимания и будет вовлечен в процесс решения. С ключевым докладом на конференции выступил и глава компании лаборатории Касперского Евгений Касперский. По его мнению, для защиты от кибератак, способных разрушить целые предприятия, необходимо направить силы на создание и внедрение систем, которые будут изначально защищены от любых видов компьютерных атак, благодаря кибериммунитету. Кибербезопасность для промышленных систем становится одной из самых главных тем. И, как показывает практика, вероятность атак на такие системы, она все возрастает. И возможные потери, возможный ущерб подобных атак, он на самом деле непредсказуемый. Размер ущерба может быть как размер всей экономики предприятия. Вспомню атаку на немецкую сталелитейку, которая привела к тому, что домна просто встала, домна дала козла. Вот наша система кибериммунитета, они способны защищать подобные объекты от данных атак. Россия, я думаю, очень даже хорошо готова к этому, и с точки зрения регулирования, и с точки зрения потенциальных клиентов, индустрии, которые приходят к нам и которые очень заинтересованы в развитии подобных проектов. Безопасить инфраструктуру, иммунить, в первую очередь, критическую инфраструктуру. Процесс идет, и количество гостей на нашей конференции, это просто индикатор того, что мы движемся в правильном направлении. Помимо обмена опытом, в докладах и в личном общении, участники мероприятия знакомились с продуктами и решениями на демонстрационных стендах. Также специально для СМИ лаборатория Касперского провела пресс-конференцию, на которой, среди прочего, объявила о скором запуске нового сервиса, постоянно обновляемой базы данных уязвимостей промышленных систем и устройств. Конференция была очень интересная, насыщенная, много интересных заказчиков подходило, много нового для себя узнали, выявили новые тенденции, которые нам нужно рассмотреть с точки зрения бизнеса и донесли основные профиты наших решений. Очень хорошая организация, спасибо организаторам, достаточно информативно, очень полезная была конференция, нельзя пропускать такие мероприятия. Приятно, что нас пригласили поучаствовать в таком замечательном мероприятии, где вот собрались самые лучшие люди из этой отрасли. Это уже сформировавшаяся традиция, которую надо поддерживать, развивать и я думаю, что только рост и вперед. Мы в очередной раз золотой партнер данного мероприятия, интересно на самом деле все, но в частности интересуют новые технологии, куда они развиваются, машинное обучение, интеграция, тесная производственных систем и систем защиты. Мы делимся нашим опытом, как мы за годы работы помогаем нашим заказчикам обеспечивать безопасность таких критических важных объектов, как объекты электросилокомплекса. Я люблю слушателей, я люблю контент, я очень люблю спонсор, которые приспособлены для нас, хорошие networking, я встретил хорошие люди здесь. Эта конференция была, для меня, огромная эксперт. Эта конференция действительно очень хорошая, и продукция тоже очень хорошая. У меня очень интересные люди, так как, это очень хорошая, и поэтому это очень хорошая место, где каждый объединит информацию и объединит информацию. Я желаю, чтобы было больше бовые, чтобы мы могли сделать еще больше, да, и вот это все я могу сказать. Субтитры сделал DimaTorzok